Человек Все живые существа, которые мы с вами видим, начиная от растений, деревьев, все действует по таким законам, что это не могло быть просто произволением случайным. Как книга, которая написана, мы видим, что она создана кем-то, и если мы разрежем книгу на буквы, эти буквы не соберутся в книгу. И если мы будем размышлять, как мы с вами появились, то трудно ответить на этот вопрос. Сейчас две капли слились отца и матери, и вдруг из двух жидких капель появились мы с вами, имея кости от жидкой капли, имея череп, и, как я уже сказал, имея 100 миллиардов клеток, 600 мышц, немыслимо. Клетки руки знают свое дело, клетки ноги знают свое дело, клетки головы знают свое дело, 4,5 миллиарда клеток наш мозг. И вторая тайна заключается в том, что как мы должны жить на земле. Если мы посмотрим на историю всех живых существ, как я уже сказал, включая траву, кустарник, деревья, то мы увидим, никакое дерево не приходит в другое дерево, животное не приходит в другое животное, зайцы те же самые, березы те же самые. Все на своем месте. Все живые существа, включая растения, живут по объективным законам физики, химии, биологии. Это мы называем физикой, химии, биологией. Но они живут, движутся, развиваются, воспроизводятся по законам, которые действуют, и кем-то эти законы введены, включены. А что же человек? А вот человек, существо совсем другое. Тот, кто сотворил вот этот уникальный мир, чудесный мир, удивительный мир, тот сотворил человека совсем по-другому, изначально подходя к нему, изначально подходя. Сегодня мы утратили с вами основание начала. Пророк Давид в 10-м псалме говорит, если утрачены основания, что подделают праведники. Мы сегодня утратили основание. Когда Бог творил человека, Он сказал, сотворим человека по образу и подобию нашему, ни животных, ни птиц, ни насекомых, ни пресмыкающихся. Так Бог не творил. Когда мы говорим, что у Бога был первый день, второй день, шестой день, в другом месте сказано, что у Бога один день, как тысяча лет. Это не обязательно тысяча, тысячи лет. Надо уметь читать священное писание, откровение Бога. Но человека Бог сотворил по образу и подобию своему. Что же есть образ и подобие в человеке? Что это за образ и подобие Бога? О каком образе и подобии Бога Бог говорит нам? Оказывается, человек сотворен бессмертным. Все живые существа закончат свою жизнь. Деревья умрут, кустарники умрут, новые народятся. А человек – бессмертное существо. И все люди, которые когда-либо жили за эти тысячи лет, никто из них не умер. Все народы об этом знали. И если мы будем читать даже Гомера, его знаменитую Ильяду, то что мы с вами увидим? Что Одиссей сошел в Аид, в Ад. Все души людей были в Аду. Почему такое плачье и рыдание было людей, которые жили до христианской эры? Потому что они знали, что душа пойдет в Ад сейчас. Потому что Царство Божие было закрыто. У иудеев была традиция, когда умирал человек, они приглашали плакальщиц. Эти плакальщицы рвали на себя волосы, одежды рвали, посыпали себе песком и орали, кричали. Еще на Руси даже сохранились эти плакальщицы. Мы сегодня не понимаем устройства человеческой природы. Человек сотворен явно, совершенно из двух начал. Мы имеем с вами тело, как у животных, у птиц, даже у насекомых. Поэтому на сегодняшний день мы с вами говорим о человеке. А что же есть еще в этом человеке? А вот в каждом человеке есть еще душа. Два слова переводятся одинаково. Ева, праматерь всего человечества Ева, переводится жизнь. Через кого дается жизнь роду человеческому? Через женщину. Женщину нужно совершенно по-другому воспитывать. Для девочек должна быть совершенно другая школа. И у еврейского народа всех девочек отбирали, из знатных родов помещали их в храме Иерусалимском, и до 14 лет их воспитывали. А если точнее сказали, образовывали, обучали и воспитывали. Воспитание означает формирование типа личности. Какой тип личности? И готовили для будущей брачной жизни. Поэтому каждый из нас носит наследственность. Первое начало нашей всей природы – наша наследственность. Какая наследственность? Что наследили наши родные? А мы с вами наследственность нашу не знаем. Я за короткое время ездил четыре раза в Сербию, разговаривал с сербами, они знают свою родословную, до 15-го, 20-го поколения. Если бы мы узнали нашу родословную, мы были бы потрясены, какие люди жили в нашем роду. Почему мы стали учителями, врачами, священниками? А мы даже не понимаем этого. Почему-то мы стали врачами, учителями, хорошими людьми, а кто-то стал вором, жуликом. Почему? А нам неизвестно. Мы не знаем свою родословную. Поэтому на сегодняшний день мы говорим, как же устроен человек. И второе слово, которое также переводится «жизнь», это «душа». Тело наше дано нам на короткое время. Как космонавту дается на короткое время ракета. Вот он родился в Саратове, а сегодня он в ракете будет жить. Поживет в ракете там месяц, два, может быть, год. А потом ракета эта погибнет, разобьется, и никто ее вспоминать не будет. А вот космонавт – это очень важно. Так и наша ракета, наш дом, вот это наше тело, оно закончит свое существование. Оно очень быстро закончится. Лермонтов 27 лет прожил, Пушкин 38 лет прожил. Это так мало, это такой маленький период. Если мы даже как Адам проживем 950 лет, будет последний день, когда будем расставаться. И когда мы будем расставаться с этим уникальным миром, все равно будет нам печально, что мы уходим, потому что мы не знаем тайны. А что будет дальше с нами? Почему мы сегодня плачем и рыдаем, когда умирают люди? А мы не знаем, что будет дальше. Но когда человек приходит в церковь Бога, Творца, когда человек приходит в храм Божий, он здесь все узнает, как сотворен этот мир, откуда появилась жизнь. Он узнает все, все подробности, каким был первый человек. Если бы сейчас с нами рядом стоял Адам и Ева, они совсем были бы не похожи на нас. Мы люди с вами телесные, телесные. Мне слово физическое тело не нравится. Мне не нравится. Я говорил врачам, почему вы называете физическое тело? Какое оно физическое? Тело наше химическое. Потому что элементы химии в нас и биологии. А где здесь физика, простите? Почему физическое? Мы с вами люди телесные. Наша жизнь посвящена чему? Поесть, попить, одеться, обуться, иметь жилье. Все, наше тело требует трех начал. Если будут три начала, тело будет жить. Это воздух, вода и пища. Все, больше ничего. Больше ничего. А все остальное, там обувь, там одежда. Люди живут даже в лесу некоторые. Никому не нужно это. А до войны жили в землянках, и никто не печалился. Поэтому сегодня мы говорим, что что-то это не то. Если мы будем говорить, что человек только есть тело его, это будет, тогда мы с вами животные. Тогда нам нужно с вами жить с медведями, с волками. С тиграми, львами. Нет, человек сотворен Богом по образу своему. Это что значит? Бессмертный. Это что значит? У человека свободная воля. Мы можем дом так построить и так. А птицы по одной схеме строят. Они, у них нет особого творчества. И лисы строят одни и те же норы. Поэтому человек совершенно другое существо. И в человеке есть что-то очень важное. И так душа наша. Мы обращаемся к Богу и говорим, Господи, а что ты скажешь о душе? И Бог нам говорит, какой выкуп даст человек за душу свою? Когда Бог родился на земле в образе человеческом и жил на земле 33 с половиной года, то Он вообще о теле и ничего не говорил. Он не говорил нам о клетках, ничего. Не говорил о мышцах, о веществах, о химии, о физике. Почему-то Бог говорил только о двух началах. А двух говорил о душе и о сердце. Все, больше ничего. Если мы посмотрим на откровение Бога Творца, на книгу книг, Библия, которая называется, отсюда слово библиотека. Но в наших библиотеках нет Библии. Библиотека есть от слова Библии, а Библии нет. В библиотеках иметь Библию. Итак, сегодня мы говорим с вами Что мы говорим? Мы говорим с вами, что если душа наша прилипнет к нашему телу, тогда душа станет телесной. Она станет обслуживать тело. Смотрите, что такое душа наша. Если у нас у каждого сейчас душа выйдет, наши глаза перестанут видеть, уши перестанут слышать, язык перестанет говорить, мозг перестанет работать. Через год от нашего тела ничего не останется. Все. Выкопайте того, кого вы похоронили год назад. Все. Остался только череп и кости. Больше ничего нет. Вот что такое наша душа. Мы занимаемся нашей душой? Нет, не занимаемся. Мы только телом занимаемся. Мы тело моем каждый день. По душам, в ванной, в бане ходим. А что же делать с душой? Да с душой никто не занимается. Ни школа, ни детский сад. И если мы посмотрим на историю всех народов, как только народ начинает жить безумно, как только начинает народ жить без Бога, пренебрегая его законами, что появляется? Или революция, или война. Или еще что? Или же стихийное бедствие. Когда умер Иоанн Грозный, три года подряд летом мороз побивал все урожаи. Голод был страшный. Три года подряд. Смутное время началось. Такая муть началась. Поляки захватили, вошли уже в Москву. Все уже, они уже готовы. Сейчас будет католичество у нас. Все будет уже новое. Бояре уже всем присягнули. Наш народ износился. Посмотрите, сегодня женщины не могут родить детей. Когда я был молодой, я учился, как принимать роды. Я считал, что каждый мужчина должен уметь принимать роды. И когда я побывал в этой родилке и в предродовом отделении, побывали бы мужчины, посмотрели, что там делается. И я в том числе увидел, что женщины не могут вытолкнуть ребенка. Нет сил сегодня. Сил нет. И маукольчик делают, чтобы они вытолкнули ребенка. А если бы сейчас с нами оказались наши родные, которые жили здесь до 17-го года, они рожали в полях, в лесах, в огородах ложали. Где застанет, там и рожали. Никаких врачей не было вообще. Никаких роддомов не было. Здоровые, крепкие люди были. Поговорите со всеми людьми, кто 30-го года, 25-го года, 33-го года. Поговорите с этими людьми, какие были села у нас, какие деревни были. По 3-5 тысяч людей было. Китайское население, они говорили. Я все время беседую с людьми, когда езжу в храмы нашего крайнего севера Нижегородской области. Люди говорят, такое было жизни. Скажите, были воры? Да и замков не было. Замков не было. Вы понимаете, о чем разговор идет? Воров никаких не было. Если бы был вор хотя бы один в деревне, да его мужики бы сразу бы отправили бы в одно место. Изгнали бы из общины. Все. Мы скажем, были ли пьяницы? Не было никаких пьяниц. Пить некогда было. Детей было по 10, по 15, по 18. Я когда был молодой парень, прочитал, что одна женщина родила 18 детей. А 5 лет назад нашел материал в Ивановской области. Одна женщина родила 56 детей. Вот какие здоровые люди были. Мужики какие были здоровые. И сегодня я иногда вижу, какие грудные клетки. Это не накачаешь никакими спортивными приборами. Они, посмотрите, вон, Володя, посмотрите, какие люди стоят. Богатыри стоят, понимаете. Но они все изношены сегодня. Изношены от этой пищи. Изношены от этих телевизоров. От всего прочего. Поэтому мы говорим с вами душа в человеке. Какой выкуп Бог говорит, какой выкуп человек даст за душу свою. И добавляет, если даже весь мир приобретет, а душе повредит, что толку от этого. И в сегодняшнем евангельском чтении для нас показывается самое главное. Христос сравнивает двух людей. Вот, говорит, один человек строит дом свой, но он строит основание для этого дома делает. Углубляется, углубляется. И дальше он кладет в основание камень, он говорит. И вот на этом камне строит себе дом. Что начинается? Дожди начинаются, не смывают, нельзя смыть дом. Река вышла из берегов, не может смыть дом, потому что дом стоит на камне. И дальше Господь сравнивает, сравнение дает. Он как педагог нам дает все время сравнение. Он говорит, а другой человек построил дом только на земле. Основания нет. Поднялась вода, прошли дожди и смыло дом, смыло. Вот так же у нас сегодня наша душа не стала основанием. Наша душа не наполнена нужными знаниями, не наполнена нужными законами, не наполнена нужными принципами. Как жить в этом мире? Если сегодня у нас всех проверить хорошую диагностику, все больные, поголовно больные люди все. А кто будет здоровый от этих продуктов, которые продают сегодня качество? Кто будет здоровый от этих телевизионных передач и шоу? Кто будет здоровый? Где мужики? Куда делись мужики? А мужчин больше в России, чем женщин. Нет основания. Что с нашими детьми будет? Вы не задумывались об этом? Сколько они проживут, дети? Ранние половые отношения. Они начинают в школе уже, в ранних классах уже заниматься. Вот до чего мы дожили сегодня. Куда мы идем дальше? Что дальше с нами будет? Куда делись деревни? Куда делись села? Почтовых отделений нет, фельдшерских пунктов нет. Сберкасс нет. Школы закрыли малокомплектные, а позапрошлым году закрыли родительное отделение. Куда мы идем, движемся? Поэтому сегодня мы говорим, без основания ничего не получится. И пророк Давид, царь Давид, он царь был, он нам говорит, есть ли разрушенные основания, а что подделают праведники, что они подделают? Итак, отношения с Богом означают, что мы кладем основания. Какое основание? Бог нам не только творит этот мир, не только нас с вами творит, не только нам дает воздух с вами, не только дает воду. Кстати, я вам должен сказать насчет воды. Скоро в мире воды не будет. Вода осталась только в России. Воды нет уже, все. Выкачали всю нефть, газ выкачали, и вода ушла туда. Ее назад уже не вернешь никуда. Все уже, в Европе покупают воду только в магазинах. А у нас воды есть, сколько хочешь. 80% всех природных ресурсов, все в России. 70% нефти в России. Россия, она предназначена, чтобы все время с нами воевали, чтобы забрали нашу территорию. Надо ее защищать. За тысячу лет, 700 лет воевали. Это же не шутки. Защищая свою территорию. Мы не отбирали у других народов их территорию, а свою только защищали. Потому что нам только Господь дал все. Потому что наш народ был верен Богу, верен Церкви Божией. И как наш народ назывался? Святая Русь. Поэтому сегодня мы говорим с вами о чем? О том, что нет основания. Нужно основание. И Господь нам дает это основание. Он нам дает не только воздух, не только воду, не только пищу дает. Он нам дает благодать Святаго Духа. Вот чего нет. Хоть ты будешь священником, хоть ты будешь епископом, хоть ты будешь президентом, хоть будешь царем, если нет в тебе благодати Святаго Духа, конец, ничего не получится. Не будет разума у тебя, не будет понимания, не будет рассуждения, ничего не будешь понимать. Поэтому сегодня мы говорим о чем? Что основание мы утратили. Надо вернуть это основание. И без этого ничего не получится. Что такое благодать Святаго Духа? Это особая энергия Бога, которая дается человеку. И земля наша еще стоит и держится, потому что благодать Святаго Духа еще здесь есть, на этой земле. Но мы знаем, что земля закончит свое существование. Только Бог не дал сроков. А все уже подход к этому апокалипсис нам уже дал Господь. Все уже открыл. Он как бы нам сказал, вот что с вами будет, если вы начнете жить без меня. Он говорит открытым текстом, Бог, без меня творить ничего не можете. Не можете творить ничего. И у нас ничего не получается. Без Бога ничего не получается. И за тысячу лет веры, за тысячу лет церковной жизни какой вынес наш народ, какую вынес мудрость? Какую мудрость? Без Бога не до порога. Все. Даже не до порога, смотрите. А вторую какую мудрость вынес наш народ? Что посеешь, то и поржнешь. Если ты алкоголик, от тебя будут алкоголики. Если ты вор, от тебя будут воры. От морковки свеклы не получится. Будет морковка. Поэтому сегодня мы утратили это, забыли это, что посеешь, что и пожнешь. И без Бога не до порога. Поэтому сегодня я умоляю всех вас прилепиться к Богу. Я сегодня благодарю несказанно отца Сергия, отца Валерия, которые здесь служили, которые держали этот храм, сохранили этот храм. Каким чудом он остался, непонятно совершенно. И даже молодая женщина Татьяна все покрасила. Смотрите, это подняться нужно, все покрасила. Она изгородца. Поэтому сегодня мы говорим с вами о чем? что церковь – это то основание, без которого ничего не получается. Ничего не получается в жизни. Родился ребенок, его крестит. Венчание, брак, венчание. Человек заболел, сразу пришел, поисповедался, пособоровался, причастился. Все, что делается без Бога, не до порога, ничего не получается. Начало посева. Раньше совершали молебен на начало посева. Собрали урожай, праздник урожая. Все это делается таким образом. Поэтому я умоляю вас очень много думать о своей душе. Но я сказал еще о сердце. Наше сердце не только гоняет кровь нашу. Сердце думает, сердце помнит, сердце предчувствует, сердце предчувствует, сердце страдает, сердце мучается, сердце осуждает, сердце прощает. Сердце наше, это такой удивительный орган, сердце по центру находится. И Христос очень много говорит о сердце. Если мы посмотрим с вами Священное Писание, все Священное Писание, то мы увидим огромное количество ссылок сердца, сердца, сердца. Господь говорит, в сердце ваше преступность, благородство, блуд, все в сердце ваше. Вот какое значение сердце. А в другом месте он точно говорит и ясно. Научитесь от меня, говорит Христос, я как роток есть и смирен сердцем. Смотрите, добавляет, и обрящите покой душам вашим. Душа будет тогда спокойна, когда сердце успокоится. А у нас сердце, ну какое? Мы даже сейчас стоим, а сами думаем о совершенно другом. совершенно о другом думаем. Поэтому сегодня, милость великая Божья, что у нас лучшее время сегодня в нашей истории, когда мы можем ходить в храмы, когда снова храмы открываются, священники молодые служат, грамотные, знают, что сказать, хоры поют сегодня, восстанавливают пение церковное. Когда сегодня мы можем уже с вами купить любую книгу, которые были когда-либо выпущены в церкви за эти годы, а еще точнее за столетия. Поэтому сегодня замечательное время, и от нас с вами сегодня зависит, что будет дальше с Россией. Поэтому на сегодняшний день я умоляю и прошу вас, прилепитесь к Богу, прилепитесь к церкви. Смотрите, сколько учителей в каждом районе. Посмотрите, сколько в каждом районе врачей. Посмотрите, сколько полиции, администрации. И один-два священника. Священников нет. А наш народ нужно поисповедовать, пособоровать. Нужно привезти к церкви, сегодня детей в церковь. Сегодня нужно подростков привезти в церковь. Один-два священника. Где взять их, священников? Поэтому я умоляю и прошу вас, прилепитесь к Богу. Даже, мне кажется, сейчас теплее что-то стало уже. Поэтому сегодня мы скажем, как что говорим всегда, Богу нашему слава, во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok